Здравствуйте! Дорогие наши подписчики, гости нашего канала, все наши родственники, доченька тоже, здравствуй, соскучилась за тобой. Обязательно надо это сказать в видео. Что хочу сказать? Сегодня я буду готовить салат. Как он называется? Я не знаю, но готовлю я его уже около 15 лет. 15-летний салат. Почему 15-летний? Название я придумал только что. Нет, я его обычно для себя назвала салат от Наташи. Этим рецептом со мной поделилась женщина, которую зовут Наташа, так же как мою дочку. Поэтому я его, когда собиралась готовить, думаю, буду сегодня готовить салат от Наташи. А как он называется, я не знаю. Что я для этого буду использовать? Я буду использовать баклажаны, перцы, кабачок, морковь, помидоры, огурцы, лук, чеснок, укропчик для украшения, можно его и не использовать, майонез, соль. Для обжарки овощей я буду использовать масло подсолнечное. Я не рекламирую это масло, я всегда готовлю на масле злата. Ну, я к нему просто привыкла. Майонез в этот раз у меня вот такой вот 365 дней. Я знала, что я буду готовить этот салат, и он мне нужен был в ведерко. Я первую попавшуюся схватила, и была такова. Я еще купила в пачке, но мне вот это именно нужно было в ведерке. Так, что я буду сейчас делать? Я, конечно, овощи предварительно все помыла, приготовила их для обжарки. Обжаривать я буду баклажаны, перец, кабачок буду обжаривать, лук буду обжаривать. Остальное у меня будет в свежем виде. Сразу хочу сказать, этот салат очень-очень жирный. Тем более, все это нужно обжаривать, и еще вдобавок и майонез перемазывать. Так что, не любители жирного, скорее всего, будут ставить мне дизлайки. Но я этот салат просто обожаю. Они будут разочаровываться. В этом салате? Они слыханы. В принципе, это все с огорода. Единственное, что я купила, вот вчера баклажанчики. У меня в этом году... А баклажаны откуда везти мы? Узбекистан? Не знаю, я купила его в магазине. Сейчас, для начала, я приготовлю, как бы сказать, майонез. Я для чего этот ведерко и взяла? Чеснок у меня тоже вырос на огороде. Я его порежу и положу ведерко. Кто любит ядренно все, тот может добавить побольше чеснока. Так как здоровье не позволяет, я кладу чеснока поменьше. А так бы я, конечно, положила от души. У меня в ручках чеснокодавка есть. Я не люблю чеснокодавка. Я уже говорила. Я люблю резать ножом. Чеснок такой сочный вообще. Значит, что я сейчас сделаю? Я измельчу чеснок и перемешаю его в этом ведерко. Я его отставлю, и он будет у меня там распространять запах ему майонеза, этот чеснок. Я, может быть, его и показываю, это ведерко. Я его буду не все использовать, но все, сколько мне потребуется, столько и буду использовать. Чеснок я измельчила и перемешиваю с майонезом. Майонез я прибрала, стоит, настаивается. Я крошу лук. Лук у меня такой мелкий повыбирала, чтобы использовать для салатика такой вот нарос. Мне пойдет. Сейчас буду его измельчать. Вы можете его, кстати, мельчить, как вы хотите. Хотите совсем миленько. Я вот так вот с полукольцами крошу. Хотите, покупайте. Я порезала лук. Скорее всего, у вас возникнет вопрос, сколько кладу я каждого овоща. Ну, сколько грамм. Я, сказать честно, не знаю, сколько я кладу. По вашему усмотрению. Вообще, я ничего не знаю. Смотрите, и делайте, как я. Вот, Юра, ты, как всегда, свои 5 копеек любишь вставить везде. Я тебя спрашивала об этом. Я, конечно, могу завешать это все, потому как весы вам стоят. Именно сколько я. Вот какую вы чашку будете делать, я же не знаю. Я этот салат очень люблю, готовилась, готовилась, то одну достану, то другую чашку. Думаю, ну вот эта вот маленькая. Я бы его еще больше бы сделала, потому что мне он так нравится, вкусный. Ну, посмотрю. Может быть, я в другом буду готовить. Сейчас я этот лук, вот я уже его нарезала. Я сейчас его сразу поставлю обжаривать, чтобы время не терять. У меня там кипит масло для лука. Лук я взвешила, весит он 400 грамм. Очищенный все. Баклажаны я тоже взвешила. Вот эти два баклажана весят 450 грамм. Ура! В очищенном виде. Я сейчас их порежу вот такой вот крупной соломкой. Прямо, видите, какой крупный. И я их посолю, положу в чашку и посолю, чтобы они сок дали. Я все-таки в этой не буду добавить. Сейчас я сюда просто соблю баклажаны. Так, у меня там уже масло кипит. Кладем лук. Лук я буду обжаривать до желатистого цвета. Пока у меня там лук обжаривается, его надо баклажаны порезать. Можно его, баклажан этот, это у меня сегодня такое настроение, поэтому я так крупно рела. Можно его кубиками порезать. И кубиками, можно кружочками обжарить. Тоже можно его выложить на блюде кружочками. В общем, я уже делала это всяко-разно. По треугольниками можно? Можно звездочками. Так, сейчас я это посолю. Перемешаю. И пусть это все постоит. Лука обжаривается. Даже можно сказать, не до золотистого цвета, а чтобы он мягенький был. Не хрустял на зубах. Временем я буду готовить перец. Перца тоже 400 грамм. 395, если быть точным. Ну, по весам. Сейчас у меня тут все так тесненько. Точно снизу корли. Почему я так захотела порезать перец такой сочный? С грядки собран. Почему я посолила эти баклажаны? Это чтобы горечь убрать. Я не знаю, какие они. У меня какой-то сорт был. Они вообще были не горькие, росли. Их можно было и посаливать заранее. Просто обжаривать и все. А эти я не знаю, какие я купила. Поэтому я готовлю их так. Я очищаю кабачок. Сейчас очищу и взвешиваю его тоже. Сколько он будет весить. У меня все примерно в пределах 400-450 грамм. Кабачок завешала. Получилось 475 грамм. Семечки я убирать не буду. Они очень мелкие. Я его сейчас порежу кубиками. Досточку мне муж сделал из ламината. Делали пол. Остался кусок. Все своими руками. Лук у меня уже стал мягким. Сейчас я его буду выкладывать в тарелочку. Вообще, честно сказать, я его когда-то, ну что, не говорю, выкладывала в буршок. И оттуда стекало масло. Заговариваться стало. Что-то с памятью моей стало. Но я сейчас попробую выложить тарелочку. Выклоню ее, чтобы слить масло. Не знаю, чего-то мне не хочется. Перец. Выключил? Конечно. Вот так я сейчас его прижму. Сюда покажи. И подставлю, чтобы что-то было. Куда оно будет сливаться. Я буду сейчас обжаривать перец. Перец тоже обжариваю до мягкости. Морковь я взвешивалась. Получилось тоже 460 грамм. Морковь я тру на крупной терке. И скажу, я ее обжаривать не буду. Она будет в сыром виде. Это так задумано? Да, это так в салате у меня задумано. И в принципе, я сейчас думаю, салатик получается овощное наслаждение. Для меня. Может быть, для кого-то это и не наслаждение. Это назову я, я так понял. Да, я его, скорее всего, так назову. Приготовился. Мягенький стал. Все. Обжариваю я кабачки. Масло с лука я уже удалила. Совсем чуть-чуть осталось. И с перца тоже. Кабачки обжарили. Теперь я выжимаю баклажаны. И у меня, видите, на сковороде нет масла. И кладу, значит, салатик. Вот этот вот сок выжимаю. Это последний ингредиент, который я обжариваю. Стреляет у меня, чтобы сока сколько образовалось. Вот так. Все. Сейчас я это обжарю. И буду собирать салатик. Без масла. Ну, я добавлю немного масла. Сейчас вот салатик. Я их отключила. И я начинаю собираться. Салатик у меня горячие. Пусть они у меня пока на сковороде подстынут. Пока я тут буду собирать. По желанию можете остудить все овощи, которые вы обжарили. Можете теплыми складывать в чашку, чтобы они потом настаивали, если остывали все вместе. Это у меня уже все поостывало, поэтому я уже начну. Нашла я достойную чашку, которую мне подарила моя мамочка. Не забуду сказать. И начинаю выкладывать слоями. Слои. Как вы хотите. Можете вы сначала начать с баклажан. Я вот начала с кабачков. Значит, первый слой у меня получились кабачки. Я обязательно их присаливаю, так как я не солила, когда я жарила. Если вы будете солить во время жарки, значит вам не обязательно их солить. И добавляю ложку майонеза. Майонез тоже по желанию. Можете меньше ложки промазывать, чтобы. Как вы хотите. Я буду стараться поменьше. Но как уж получится. Я вот ложку добавила. Мне кажется, что это немного маловато. Хотя они постоят, настоятся. И будет, скорее всего, это будет достаточно. Так, следующим слоем, после кабачков, я буду следующий слой, как я уже сказала. И я выложила лук. Это у меня баклажанчик. Он у меня в чашечек уже. Теперь я это тоже подсаливаю. А то у меня все время все недосолено. Сейчас я постараюсь, растараюсь. Теперь у меня диаметр увеличился. Я чуть-чуть прибавлю майонеза. Полторы ложечки положила. И вот чувствую, что чашка тоже не очень большая. Целый таз надо готовить. Так, выложили. Следующий слой. Перец. Лопатка просто чудо. Доченька, спасибо тебе. Мягенькая. Все выкладываешь. Очень приятно. Это я, к слову. А, принарядилась тоже. Доченька, мне подарила эту булузочку. Принарядилась для видео. Подсаливаем. Тоже. Ещё раз майонезик. Ещё раз майонезик. Товарищ оператор, товарищ оператор. Ну, очень вкусно. Дорогой мой оператор. Следующим слоем я буду класть морковь. Моркови, как я уже говорила, вроде бы 460 грамм здесь. Вот у меня чашка маленькая. Не получится всё выложить. Я буду утрамбовывать. Морковь такая сладкая. Так, её надо посолить. Немножко. Хочется всего и побольше. Морковь-то как-то в грех не положить, да? В свежем-то виде. Что-то попалось. Струмка. Подсолим. Вот сюда вот я положу 2 ложечки майонеза. У тебя чашка на расширение идёт на конус. Следующий слоем 3 ложки будешь ложить. Вес-то не изменяется. Мало ли, что вес не изменяется. У меня морковь не обжарена, понимаешь? Поэтому я же похудею, если тут будет мало жирности. Да не, не в этом дело. Ну, не нравится вам много майонеза, не кладите. Всё равно будет вкусно, хочешь сказать? Я делюсь своим рецептом, как я готовлю. Следующий слой у меня баклажаны. Ну вот смогла выложить, чтобы не закрыть? Конечно, я люблю всё быстро готовить. Но вот этот салат, конечно, долгоиграющий. Если бы я не снимала на видео, я бы жарила его на двух сковородах. Как говорила моя свекровь, ты, говорит, любишь покушать вкусно, поэтому и готовишь. Так, тоже подсаливаю. Ну вот скажите, пожалуйста, куда я буду класть помидоры и огурцы? Некуда. Какая вкуснотища. Может, переводишь в другой? Ты что? Это у меня уже получится каша какая-то. Ой, какая вкуснотища. Я представляю, как это всё вкусно, потому что я ела это неоднократно. Огурчики. Последний слой у меня будут помидоры. А сейчас у меня огурцы. Я их режу кружочками. Что я хочу сказать. Видели, да, чашечка у меня какая-то маляпузечка. И для двоих нам, скорее всего, её не хватит. Уже вы тут регулируйте. Вот у меня здесь вот взвешено было 640 грамм огурцов. А вы уже сами подрегулируете, сколько вы сможете выложить огурцов. Вообще я огурцов люблю всегда побольше. Огурцов, помидоров и моркови. Всё, что касается свежего. Вот представьте, это на праздничный стол поставить. Очень вкусно и красиво. К тому же, ну, смотря как вы там верх украстьте. Сейчас я ещё огурчики дорежу. Выложила я огурчики. Сейчас я смажу. С добришки. Да. С добрым майонезиком. Постараться надо. Видите, они какие у меня. Ой, а сочные такие. Сначала я вот эти помидорки положу. Это я сорвала с грядки. Какой-то помидор интересный. С нашей супер теплицы. Смотрите видео про нашу теплицу. Правда, помидоры начали рвать, а вот видео не снимаем про неё. Уже сто раз говорю, пора снимать. Нож у меня как-то не очень острый, что ли. А кто это не наточил? Сначала я вот так вот выложу. Я разровняла поровнее огурцы. А кто это не наточил? А кто это? Так как говорят, моя бабушка. А кто это там? А кто это? Всех вспомнили. Они живы, пока мы их помним. Дела нож по-острее. И вот так вот. Вот этот последний слой я майонезом не буду промазывать. Почему я вниз вот эти вот большие, крупные, сверху выложу. Вот такой вот рядочек, где у меня будут такие мелкие помидорки. Ой, этот что-то какой-то зеленоватый попался. Вот так это все будет выглядеть на столе. Еще один зеленоватый. Вот этот сорт называется, по-моему, черный дебарау. Я думал, зеленая лягушка. А, нет. Это я с этих помидорных деревьев, по-моему, сорвала. Не знаю, куда их так дергаю. Достаточно, потому что уже, во-первых, там сок образуется очень много, когда он постоит. Поэтому уже некуда просто, чтобы еще бы гору сверху положила. Сейчас, если вы желаете, как вы желаете, потому что вы там какие-то украшения придумаете. Я ничего, кроме укропа, не захотела. Сейчас можно, модно, уточек желтых. Да? Ну, у меня нет желтой уточки. Я положу веточки укропа. Да просто вот так вот накидаем их. Чего изощряться, правда же? Уже вкусно, еще и красиво. Нам эстетику подавай, да? Естественно. Народу что нужно? Хлеба и зрелищ. Я все продолжаю украшать. Может быть, надо было помельче укроп собрать. Я что-то вот такой сорвала. Ой, скажу я вам, предвкушаю. Какой вкусный. Салат кантри. О, какой вкусный салат. Овощной салат кантри. Почему он кантри? Ну, английский манер. Мы же не в Англии живем. Ну, будут же смотреть англичане тоже. Да? И американцы. Ух ты. Ну, все. Мало того, что вкусно, сытно, еще и красиво. Я хочу вам сказать, на пока. Можете ставить лайки и все такое. Мы же еще его попробуем. Я варю картофель. Мы сейчас варим картофель, попробуем салатик вместе с вами. Вот сколько у меня осталось в ведре майонезика. Видите? Так что, я его весь не использовала. Я очень экономно пользовалась. Готов. Сейчас я его буду класть в тарелки. Он у меня постоял. Правда, можно было бы и побольше ему постоять. Ну, ладно. Столько. Постоял. Вот такой слой я беру. Такую кучу огромную. И кладу. Так. Что? Я сварила картошечку, но я пока ее не буду класть. Покажи, если хочешь. Правда, немало дали. А я буду кушать салатик пробовать. Снимать пробу. У меня слюнки бегут. Вердикт. Вердикт. Ну, я этот вкус знаю уже, какой он предполагал, какой он мне очень нравится. Так что, готовьте вместе с нами. Ставьте лайки. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на наш канал. И писать комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok